Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы с вами находимся в Царском селе. Это один из самых прекрасных и поэтических уголков нашей Родины. Почти 300 лет Царское село было загородной резиденцией русских царей. По своему блеску и роскоши здешние дворцы соперничали с Версалем и Парижским Лувром. Но для нас оно еще особенно дорого и тем, что стало духовной Родиной Пушкина. Здесь он учился в лицее, здесь впервые заблистал его лучезарный гений. Поэтому эпиграфом к нашей передаче мы взяли слова, которые сегодня вслед за Пушкиным, несмотря на глубочайший духовный кризис, переживаемый нашей Родиной, мог бы повторить ни один русский человек. Все те же мы, нам целый мир чужбина, Отечество нам царское село. Царское село Царское село находится всего в получасе езды от Петербурга. Когда в начале XVIII века Петр I вернул эти земли России, здесь не было ничего, кроме унылых болот и бедных чухонских деревень. Называлось это место Царская мыза. Первым ее владельцем был святлейший князь Александр Данилович Меньшиков. Затем Петр подарил ее своей супруге Екатерине Алексеевне. С этого момента забытая богом мыза стала постепенно украшаться дивными парками и великолепными дворцами. В течение двух столетий лучшие европейские и русские архитекторы создавали этот сказочный оазис роскоши и изящества. Растрелли, Трезини, Кваренги, Камерон, Ринальди, Квасов, Ниолов воплощали здесь в жизнь свои самые смелые замыслы. Русский размах, итальянский вкус и немецкая добротность, слившись воедино, творили настоящие чудеса. При Елизавете Алексеевне, дочери Петра Великого, архитектором Растрелли был построен знаменитый Большой дворец, затмивший своим величием и богатствами даже блистательный Версаль. Современники были потрясены роскошью его отделки. Не только внутри, но и снаружи все деревянные и лепные украшения и даже карнизы были покрыты позолотой. Всего на отделку украшений ушло более ста килограммов чистого червонного золота. В солнечные дни залы дворца и его фасад полыхали ослепительным золотистым огнем. Любившая роскошь и блеск императрица была неистащима на выдумке. Например, за обедом ее раздражало большое количество прислуг. Тогда архитектор Растрелли построил в парке здание под названием Эрмитаж, где сервированные столы при помощи особого лифта поднимались на второй этаж. А после обеда они уезжали вниз и на их место выдвигался паркет для танцев. Следующая хозяйка царского села, императрица Екатерина II, была более расчетлива в трате государственных средств. Подсчитав, во что может обойтись ремонт фасада Большого дворца, она велела убрать с него обветшавшие золоченые украшения, а другие закрасить охрой. Однако именно при ней царское село достигло наивысшего расцвета. Был построен новый дворец для будущего императора Александра I, множество флегелей и пристроек к Большому дворцу. Парки украсились новыми павильонами и памятниками. В дальнейшем все государи, за исключением Павла I, заботились о благоустройстве наследственной водчины. В 1837 году при императоре Николае Павловиче здесь была построена первая железная дорога в России, соединившая царское село с Павловском. Паровоз и рельсы были выписаны из Англии. Кроме дворцов и дач столичной знати, в царском селе строилось множество учебных и благотворительных заведений. Большинство приютов и больниц находилось под покровительством членов царской семьи, и лечение в них было бесплатным. В царствовании Александра III царское село стало первым полностью электрифицированным городом в Европе. С 1911 года в городе работало такси. Доехать на автомобиле от вокзала до центра стоило 10 копеек. Зимой и поздней осенью жизнь здесь обыкновенно замирала и оживлялась только весною, когда в царское на лето переезжал из Петербурга весь высочайший двор. По давней традиции на площади Большого дворца производились смотры гвардейским полкам. Начало этим парадом положила еще Екатерина Великая. В торжественные дни войска проходили перед ее покоями с музыкой и барабанным боем. На этих кадрах последний российский император Николай II принимает парад лейб-гвардии Керасирского Его Величества полка. Этот полк был основан еще Петром I и особенно отличился во время Отечественной войны 1812 года. Кроме него в городе постоянно находилось еще несколько гвардейских полков, в том числе и лейб-гвардии Гусарский. У каждого из них в царском селе был свой полковой храм. Согласно планам Николая II, к 30-м годам нашего века каждая часть русской армии должна была иметь свою собственную церковь. Однако история распорядилась иначе. После революции все полковые церкви царского села были закрыты и разграблены. Вслед за этим были снесены и все полковые кладбища, на которых гвардейцы хоронили своих товарищей, погибших на фронтах Первой мировой войны. Во время Гражданской войны остатки Керасирского полка сражались в рядах Белой армии против конницы Буденного. После эвакуации из Крыма керасиры рассеялись по всему миру от Константинополя до Соединенных Штатов Америки. Последний офицер Керасирского полка Юрий Константинович Меер скончался в прошлом году в одном из пригородов Вашингтона в возрасте 97 лет. Теперь на этой площади всегда пустынно и тихо. После Октябрьского переворота царское село подверглось первому жестокому разорению. Сначала его переименовали в Детское село, затем в Пушкин. В самом центре города был снесен огромный Екатерининский собор, вмещавший во время службы 2000 человек. На его месте сегодня стоит памятник Ленина. Многие дворцы и особняки были немедленно разграблены. В дачах бывшей знати разместились советские учреждения, партийные дома отдыха и ясли. Вот так выглядит сегодня когда-то роскошная дача Юсуповой. После революции в ней первое время находился детский сад, затем всевозможные конторы. Окончательно Юсуповская дача погибла уже в наши дни. Заброшенный дом облюбовали наркоманы, и в этом году здесь вспыхнул пожар, который уничтожил внутри большую часть здания. Александровскому дворцу повезло чуть больше. От него хотя бы остались стены. Он был построен в самом конце царствования Екатерины II итальянским архитектором Кваренги. Сегодня здесь размещается военно-морская часть. Начиная с Александра I во дворце жили все русские самодержцы. За этими окнами родился последний российский император Николай II. Начиная с 1910 года он и его семья жили здесь постоянно, не только летом, но и зимой. После февральской революции Александровский дворец стал местом их заточения. Отсюда царскую семью увезли в последний путь на заклание в подвале Ипатьевского дома. Эти фотографии – все, что осталось от когда-то великолепного убранства дворца. Внутри он был отделан в классическом стиле и роскошно обставлен. Здесь находилась часть собственной его величества библиотеки, включавшей книги, принадлежавшие императорам Павлу и Александру I. Любопытно, что именно в Александровском дворце в 1843 году был установлен первый в России электромагнитный телеграфный аппарат. Кроме этого, в залах дворца хранилась большая коллекция картин, а также семейных реликвий и драгоценностей дома Романовых. Их разграбление началось еще во время ареста Николая II после февральской революции. Были похищены даже игрушки из комнаты цесаревича Алексея. Затем здесь некоторое время находился музей. То, что не успела разрушить революция, уничтожила Вторая мировая война. 5 апреля 1942 года в одном из своих выступлений Гитлер заявил. Основание Санкт-Петербурга Петром Великим стало роковым событием в истории Европы. Санкт-Петербург должен быть стерт с лица земли, так же, как и Москва. Фюрер лично одобрил приказ генерал-фельдмаршала фон Рейнхау, в котором говорилось, «Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения». За три года оккупации большинство дворцовых ансамблей в окрестностях Ленинграда было превращено в обдубленные руины. В 1941 году немцы наступали так быстро, что из большинства дворцов успели эвакуировать меньше половины всех ценностей. Скульптуры и памятники закапывали прямо в парках или замуровывали в стены. Многие из них не найдены до сих пор. Вот таким увидели Большой дворец наши солдаты зимой 1944 года. Только счастливая случайность спасла его от полного уничтожения. Перед отступлением немцы заложили в его фундамент 11 тысяч килограммов авиабомб и сотни мин. Между ними была протянута тоненькая, почти невидимая проволочка. Любое неосторожное движение и весь ансамбль взлетел бы на воздух вместе с фундаментом. Наши разведчики обнаружили этот адский сюрприз и стены уцелели. Однако внутри дворца все было сожжено и разрушено. Не сохранился ни один интерьер. Вывод государственной комиссии поначалу был однозначен. Восстановить все это невозможно. Легче построить заново. Но в конечном итоге победила точка зрения ленинградских реставраторов, настоявших на восстановлении. Это был настоящий гражданский подвиг. Понадобились годы титанического труда, огромные государственные средства, чтобы вернуть Екатерининскому дворцу его былое великолепие. Достаточно сказать, что только на подготовительные работы к восстановлению Большого зала ушло около 20 лет. Уже почти полвека многих исследователей и ученых волнует загадка знаменитой янтарной комнаты. Она была вывезена немцами из Екатерининского дворца, и после войны следы ее затерялись. Сейчас здесь идут работы по ее восстановлению. Янтарная комната была подарена царю Петру прусским королем Фридрихом Вильгельмом I в 1717 году. Однако многие детали в ней отсутствовали, и понадобилось почти 100 лет, чтобы довести ее до ума. Главная сложность заключалась в исполнении тончайшей резьбы внутри янтарных кусочков, а также точной подгонки их по цвету. Многие специалисты считают, что даже если старую янтарную комнату удастся обнаружить, она, скорее всего, будет представлять из себя груду потемневших камней. Янтарь не выносит долгого отсутствия воздуха и света. Сегодня же на ее восстановление нужно около 2,5 миллионов долларов. Сумма более чем скромная по сравнению с теми средствами, которые были недавно потрачены в Петербурге на бессмысленные игры доброй воли. Но денег этих никто не дает. Между тем, кроме янтарной, во дворце были уничтожены и агатовые комнаты. К сегодняшнему дню восстановлено только около 60% всех дворцовых интерьеров. Другие все еще ждут своего часа. Уже несколько десятилетий одним из самых забытых и запущенных памятников царского села остается Федоровский городок. Это уникальный, не имеющий аналогов в нашей стране, образец русской архитектуры начала 20 века. По мысли его создателей, он должен был положить начало целому направлению в отечественном строительстве, в том числе и жилищном. 20 июля 1909 года рядом с Александровским дворцом был заложен новый храм для чинов сводного пехотного полка и конвоя. Первые кирпичи в его основание положили Николай Второй и члены его семьи. Построили собор довольно быстро, всего за три года. И уже 20 августа 1912 года в присутствии царской семьи состоялось его торжественное освящение. В дальнейшем Федоровский государев собор стал домовой церковью семьи Николая Второго. Еще в ходе его строительства родилась идея построить для священников и служащих нового храма несколько зданий в древнерусском стиле. Так в 1913 году появился проект Федоровского городка. При его создании использовались архитектурные мотивы палат Симонового монастыря в Москве, древних церквей и теремов Владимира, Новгорода и Ростова. Все строительство велось на добровольные пожертвования. Любопытно, что больше всех на городок пожертвовал владелец сети знаменитых магазинов Елисеев. Он дал почти полмиллиона рублей. Строительство продолжалось и во время Первой мировой войны. Тогда в Федоровском городке был размещен госпиталь для раненых, в котором работали царские дочери Мария и Анастасия Николаевна. Одним из санитаров этого лазарета был великий русский поэт Сергей Есенин. В 15-м году здесь начало работу Общество возрождения художественной Руси, объединившее лучших представителей делового мира и интеллигенции. Среди его членов были художники Воснецов и Рерих. Всего за год с небольшим членами общества была собрана уникальная коллекция древнерусских икон, предметов, утвари и одежды, а также прекрасная библиотека по истории и культуре Древней Руси. Революция уничтожила все. В том числе и новые проекты по обустройству царского села. Вот так должен был выглядеть один из районов города к 1927 году. Эти чудом сохранившиеся планы архитектора Максимова хранятся сейчас в городском краеведческом музее. Они были высочайше утверждены в 1916 году. Строительство должно было начаться сразу по окончании Первой мировой войны. Согласно планам царя, неорусский стиль следовал активно внедрять и в городское жилищное строительство. Такие проекты тоже готовились. Вместо хрущевских пятиэтажек и панельных гетто мы с вами должны были бы жить приблизительно вот в таких домах. Увы, этого не произошло по нашей собственной вине. Однако, несмотря на невосполнимые утраты, царское село сохранило главное – свой неповторимый поэтический дух. И сегодня здесь повсюду чувствуется незримое присутствие Пушкина. На памятнике в лицейском саду он словно живой. Смотрит задумчиво и чуть печально. Так и хочется сказать «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» Но в ответ только тихий шелест листвы и застывшая музыка поблескивающих на постаменте чарующих строк. Всего в двух шагах от памятника здания лицея, где Пушкин провел шесть, наверное, самых счастливых лет своей жизни. Здесь все озарено его гением. Пройдут еще десятки лет, забудутся имена правителей и их слуг, рассыпятся в прах состояния и падут державы, а здесь, перед этой маленькой комнаткой, мы всегда будем замирать, охваченные неизъяснимым волнением. Уже почти 200 лет Пушкин остается одним из самых чутких барометров духовного самочувствия России. Когда мы помним о нем, наша душа жива и отзывчива, когда забываем, она черствеет и умирает. Но под этими сводами она жива всегда и всегда воскресает, как растение от солнечного света. Тепло и восторг переполняют здесь всякое русское сердце. Точнее других эти чувства выразил Гоголь, сказавший еще при жизни поэта. При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. Пушкин есть явление чрезвычайное и может быть единственное явление русского духа. В нем русская природа, русская душа, русский язык и русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности стекла. В одном из своих стихотворений Пушкин назвал царское село отечеством. Вряд ли он предполагал, что на исходе 20 века эти слова обретут поистине пророческий смысл. Вместе с Россией царское село прошло через все испытания, выпавшие на ее долю. От блеска и гордого величия к страшной разрухе и полному уничтожению. И как Россия оно восстало из пепла, сохранив свой возвышенный и царственный дух. Поэтому вслед за Пушкиным мы сегодня смело можем повторить слова. Все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам, царское село. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok